Приветствую вас, я надеюсь, что вы понимаете, что суррогатная мать это образ всего лишь, просто визуализация, как картинки. На самом деле, на самом деле, за этим образом всегда что-то скрывается, и мне думается так, что исходить нужно из того, что означает суррогатная мать. То есть, по факту, суррогатная мать это, ну, родитель, который защищает своего ребенка. Да? Который дает ему то, в чем ребенок нуждается. И который, ну, вероятно, заботится о нем, я так полагаю. Да? Соответственно, вашей кровинки, да, вашему дитям не хватает того, что обычно дает мама. Может быть, тепла, может быть, любви, может быть, защиты. Вот. И ребенок, он пока в прямом смысле этого слова делает перенос. То есть, он переносит свои желания на, ну, другого, на образ. Потому что пока еще это не подавилось в нем. Ну и, соответственно, никто не говорит вам, чтобы вы больше делали что-то для ребенка. Да? Вот. Потому что больше вы, может быть, и не можете. Но хотя бы старайтесь объяснить ему, значит, что вы даете ему все, что в ваших силах. Вот. Чтобы у ребенка не было такого разрешения, что его бросили, что он не достойен любви и так далее. Вот. То есть, постарайтесь на этом сконцентрироваться. Ну, а если вы дадите ребенку то, что он хочет. То есть, больше ласки, больше тепла, дадите ему больше нервности, заботы. То будет совсем хорошо. И тогда-то не прекратятся. Ну, по крайней мере, не будут такими. С другой стороны, у многих детей, да, девочек, тем более, появляется потребность в материнском инстинкте. Инстинкте, да, то есть, девочки, значит, кукол, девочки, ну, играют в маму там и так далее. И, соответственно, мне кажется, что это может быть, знаете, вот таким процессом становления, ну, одним из процессов становления женственности у вашей дочери. То есть, страшного нет ничего в этом. Абсолютно ничего. Ну, вот, в случае, если у вас в семье все хорошо, если вы не ссоритесь, если вы даете ребенку все, что ему нужно. Вот. Если у вас это здорово, то это может быть просто вот таким проявлением материнского инстинкта, да, то есть, ну, как вот, девочка она не наблюдает, да, как взрослая мама, может быть, как вы с ней нянчитесь и так далее. И она видит, как это здорово и хочет сама быть такой. Вот. Другой вопрос, откуда ребенок в пять лет знает, что такое суррогатная матч? Вот. Вот. Это мне кажется более таким важным моментом. То есть, ну, по идее в этом возрасте ребенок еще про дрогатную мать не должен ничего знать. Вот. Здесь вот такой непонятный момент. Так что смотрите сами. Сновидения всегда отражают желания людей и ребенок хочет, хочет чего-то, что связано с материнством. Вот. И, конечно, что именно сказать пока нельзя. Ну, потому что, да, потому что нужно более детальное изучение вашей ситуации. Нужно ребенка знать, нужно спросить у него, что происходило непосредственно перед сновидением и за какое-то время до него. Вот. Я думаю так. Другой вопрос. Почему вы интересуетесь тем, что девочки с ней снятся такие сны? То есть, вот, именно вы почему интересуетесь? Что вас это настораживает? Вы чего-то боитесь? Или что? Или что? Почему вы задали этот вопрос? Конечно, я понимаю, что вопрос бесплатный. Вот. Но все же, вы пришли, задали нам его. Вот. Мне кажется, что очень важно, что вполне вероятно, что вы сами чувствуете, что что-то не так. То есть, вы сами можете предполагать, что где-то у вашего ребенка могут быть проблемы. Вот. То есть, если это действительно так, то постарайтесь прислушаться к своей интуиции. Вот. Она вас, скорее всего, не обманывает. Скорее всего. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вы хотите детально разобрать, ну, более подробно разобрать то, что значит сон, да, девочки, то нужно больше собрать анамнезы, то есть непосредственно информации о том, что происходило до того, как сон приснился. Вот. Либо вы, значит, будете сами, значит, рассказывать об этом максимально подробно. Либо вы девочку свою попросите ответить на вопросы психологов онлайн. Онлайн. Все это делается через сайт. Вот. Либо вы отведете ее к детскому психологу, но здесь нужно быть осторожнее, потому что многие дети достаточно негативно реагируют на подобные походы. Негативно реагируют, в общем, правильно. Потому что для них это тяжело. Вот. И страшно. Но, тем не менее. Вариант только такой. Потому что, ну, даже вот для вашего ответа, да, очень мало информации. Сновидение, это очень интимная такая ситуация, да, сновидение, очень интимная история. И... Нужно максимально полно понимать, о чем идет речь, чтобы не ошибиться. Чтобы, ну, чтобы правильно интерпретировать. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.